МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Успехи и горящие глаза воспитанников – лучшая благодарность учителям. Юные танцоры и вокалисты, музыканты и художники. За их достижениями стоит труд наставников. Ежегодно в преддверии Дня учителя в художественной галерее чествовали сотрудников учреждений культуры. Вам есть чем гордиться. Сегодня мы можем говорить уже о сотнях детей, которые вышли в большую жизнь и которые представляют нашу культурность в возможных уровнях. Это здорово, это необыкновенно, что город Саров продолжает звучать везде, где только можно. Преподаватель детской школы искусств Владимир Александрович Земсков в этом году отметил юбилей – 85 лет. Практически всю жизнь он отдал культуре и образованию нашего города. Владимир Александрович был вторым директором детской школы искусств. Сейчас преподает там общий курс фортепиано. По его словам, школа очень изменилась. Разнообразие направлений и возможностей, которые сегодня есть у педагогов, выводит обучение на новый уровень. Пожелание, наверное, одно – держать вот такой же курс, который сейчас у всех школ. Правда, можно было бы, конечно, более дружным быть в сплочении в школах, не так часто мы встречаемся все вместе. Но, судя по результатам, работают все отлично. И дай Бог им больших успехов и на все последующие годы. Виновников торжества наградили благодарственными письмами и грамотами. Ученики в качестве подарка исполнили музыкальные композиции об учителях и школьных буднях. Первый учитель – это не просто педагог, который открывает детям дверь в мир знаний. Это пример, который зачастую оставляет неизгладимый след в характере ребенка и его мировоззрении. Первый учитель Алины Ильиной помог ей определиться с будущей профессией. Когда пришло время выбирать свой жизненный путь, сомнений у нее не было. С сентября она учит маленьких саровчан в школе номер 10. Поначалу было немного страшно, признается девушка. Но сейчас на смену волнению пришло желание помочь ребятам поскорее влиться в школьную жизнь. Настоящий учитель, он должен быть, помимо того, что терпеливым, стрессоустойчивым, он также должен обладать огромной любовью к детям и очень сильной эмпатией, потому что их 24-30, и каждому нужно уделить время, и у каждого все равно у ребенка есть какие-то свои проблемы, какие-то свои потребности, и нужно уметь сопереживать им. Учитель начальных классов дает школьникам базовые знания. Он не только обучает, но и воспитывает. Учителя младших классов уделяет все свое время детям, кроме уроков, это и классные часы, и внеклассные мероприятия. Они должны знать, как обращаться с ребятишками, поэтому многие учителя еще и психологи. Юлия Шаргаева приехала в Саров недавно, но уже влюбилась в тихий, закрытый город. Веду я третий класс, класс коррекционный по тяжелым нарушениям речи. В классе у нас детей немного, шесть человек всего лишь, все абсолютно разные, независимо от такого маленького количества, каждый особен по-своему. У каждого свои положительные характеристики, свои какие-то особенности, которые также хорошо влияют на учебу, например. Для учителя в коррекционном классе очень важно быть добрым, важно быть справедливым и при этом дать те знания, которые должен получить ученик в данном классе, соответственно, с возрастом. В этом году в 10-ю школу пришли работать три молодых педагога. Среди них и Татьяна Прохорова. Коллектив принял их очень душевно, отмечает Татьяна. К опытным педагогам они всегда могут обратиться за советом или помощью, и им в ней никогда не откажут. Профессия учителя для девушки – мечта детства, которую она только начинает притворять в жизнь. Вообще, это все началось еще с детства, когда была маленькая, постоянно ставила игрушек, доставала тетради, проверяла, так, ты у меня заеченок будешь такую это прописывать, такую отметку будешь получать. Само осознание пришло уже где-то в 10-11 классе, потому что такая сильная любовь к детям, хочется кого-то учить. Первая учительница запомнилась очень. Канал 16 поздравляет преподавателя Сарова с профессиональным праздником и благодарит за бесценный труд и старание. Вот тот маяк, который помогает ученикам не потеряться в огромной стране науки. Изменения в законодательстве, вызовы и тренды, мотивация учеников – все эти аспекты работы подробно разобрали участники и организаторы конференции работников учреждений департамента по делам молодежи и спорта Сарова. Специалисты собрались вместе, чтобы обменяться опытом, открыто обсудить текущие задачи и найти для них решение. В этом году на первый план вышли развитие спортивного потенциала, самообразование педагогов, воспитание патриотизма и работа в условиях большой конкуренции. Традиционно участников конференции поздравили с днем учителя и наградили почетными грамотами. Все, что вы задумали на этом пусть будет, ярких эмоций вам, оригинальных впечатлений, стремительных результатов и главное, чтобы улыбки не сходились с ваших лиц и с утра вам хотелось жить, радоваться и работать. На педагогов спортивных организаций ложится миссия по воспитанию здорового поколения, развитию талантов и их продвижению. Педагог дополнительного образования Ирина Гичук занимается с соровчанами в секции атлетической гимнастики. Главная ее цель – научить детей добиваться успеха, жить в здоровье и гармонии. Своей деятельностью я стараюсь привить нашим детям и подросткам стремление всегда быть ближе к физической культуре и спорту, стремиться сохранить свое здоровье и на протяжении последующей своей жизни использовать данные, полученные именно на наших занятиях в дальнейшем. Продолжением конференции стала стратегическая сессия. Всех специалистов разделили на группы, в которых они смогли разработать предложения по плану работы на предстоящий год. Анатолий Васильевич Девитайкин отдал уголовному розыску 19 лет. Сначала в 1993 году он стал работать оперуполномоченным, потом занимал и другие должности. Старший оперуполномоченный, заместитель начальника по общим вопросам и оперативной работе, а также был и самим начальником уголовного розыска. Анатолий Васильевич еще мальчишкой мечтал работать в силовых органах и находил в этом свою романтику. Вспоминает, что наиболее сложный период службы выпал на 90-е года. В основном, в 90-е годы была очень такая криминогенная обстановка, неблагоприятная у нас в городе. Совершалось очень большое количество преступлений, связанных с хищением имущества граждан, квартирные кражи, грабежи, разбои. Тогда сотрудники уголовного розыска работали по целым суткам и без выходных, иногда и без праздников. Даже официально устанавливали 12-часовой рабочий день. По словам Анатолия Васильевича, за время его работы через него прошло много сложных и резонансных дел, и отметить какое-то одно из них он затрудняется. У Анатолия Девятайкина были и такие случаи, когда приходилось стрелять. Правда, не на поражение, а в качестве предупредительного сигнала. По мнению мужчины, для сотрудника уголовного розыска более всего важны моральные качества. Быть честным, человечным, действовать в рамках законодательства самое главное. Человек должен быть общителен, должен быть обширный круг знакомых, как среди обычных граждан, добропорядочных, так и в среде криминальной. Оперативники разыскивают не только злоумышленников, но и просто пропавших граждан. Несмотря на то, что часто приходилось сталкиваться с преступным миром, Анатолию Девятайкину нравилось работать в уголовном розыске, раскрывать запутанные, сложные случаи, получать положительный результат от своих трудов, помогать людям. В этот день хочется поздравить всех сотрудников уголовного розыска. Отдельно хочется сказать какие-то добрые слова и поздравить это жен сотрудников уголовного розыска, потому что быть женой сотрудников уголовного розыска – это такая непростая задача. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко, Служба новостей Саров, 24. В январе 1963 года Борис Глебович Музруков обратился с ходатайством в Горьковское управление профтехобразования о создании в Сарове профессионально-технического училища номер 19. Так началась история Саровского политехнического техникума. За 60 лет учреждение прошло большой путь и стало хорошей базой для подготовки высококвалифицированных специалистов. Владеющих современными технологиями, готовых к профессиональному развитию и росту. За свою историю техникум подготовил более 20 тысяч выпускников. Поздравляю со славной датой наших любимых ветеранов, преподавателей, студентов техникума, наших выпускников и социальных партнеров. Желаю всем нам развития, процветания и украшения, укрепления наших позиций не только на областном, но и на всероссийском и международном уровне. За высокое качество образования Саровский политехнический техникум внесли в национальный реестр ведущее образовательное учреждение «Россия». Студенты неоднократно становились победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства всероссийских и региональных соревнований. При поддержке РФАЦ в НИЭФ в учреждении открыли специализированный центр компетенций, учебный центр пережливых технологий, новое направление – аддитивные технологии. На торжественном мероприятии, посвященном юбилею техникума, подвели итоги многолетней работы, вспомнили тех выпускников, которые добились высоких результатов в общественной деятельности. 60 лет – достаточно серьезная цифра. Техникум готовит высококвалифицированных специалистов для Российского федерального ядерного центра, для муниципалитета, для саровского бизнеса. Стать студентами мечтают не только ребята из нашего города. К вам уступают и учатся практически в соседней Жигародской области и из близлежащих регионов. Обращусь сейчас к студентам. Вы нам нужны, как никогда. Мы вас ждем всех без исключения. Мы ждем вас. Огромное вам спасибо, что вы есть, что вы учитесь лучше. У нас требования очень большие и к вам. Очень СПТ нам помогают и в части не только студентов, а в части людей, которые мы отправляем для получения и завершения второго образования. В честь юбилея техникума коллективы города подготовили концертную программу. Преподаватели и руководящий состав СПТ наградили благодарственными письмами и подарками. С пожеланиями и добрыми словами на сцене выступили представители администрации, Городской думы, ВНИЭФ, СРФТИ и муниципальных организаций. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. «Живем ярко» Праздник для людей серебряного возраста прошел при участии и поддержке депутатов Городской думы Ивана Ситникова и Ноны Левиной. По мнению почетных гостей, для дедушек и бабушек важно внимание и общение. Поэтому праздничный концерт – лучший подарок для пенсионеров. Этим людям с возрастом, наверное, и в силу физических особенностей не хватает внимания. Ну, я думаю, внимания не хватает всем, но этим людям в первую очередь. Поэтому для них очень важно в это время общение. Мне кажется, это самое ценное. Вот сколько я общаюсь со своими пожилыми избирателями на округе, они говорят, что для нас самое главное – общение. Встретиться, поговорить. На празднике в Зале искусств в Библиотеке Маяковского выступили творческие коллективы города, а также педагоги Детской школы искусств. На сцене были представлены танцевальные номера, прозвучали песни, стихотворения и известные музыкальные композиции. Для гостей подготовили и образовательную программу. Иван Ситников продолжает цикл встреч-бесед, исторические очерки в Библиотеке Маяковского. Публицист показал для аудитории несколько одноименных телефильмов о неизвестных страницах истории родного края. А потом ответил на интересующие вопросы. Следующая встреча в рамках цикла «Исторические очерки» состоится в ноябре. Эти встречи больше мне нужны, чем нашим уважаемым ветеранам и зрителям. Дело в том, что они мне дают новые идеи. А вот на одной из предыдущих встреч они попросили снять очерк о селе Автодеево. Мне самому это понравилось. А потом еще женщина передала мне книгу об истории Розамаса. Мы сняли аж три очерка. В конце праздника, посвященного Дню пожилого человека, ветеранам раздали подарки – сладкие комплименты. Овощи, фрукты с огородов, грибы, домашние заготовки и изделия ручной работы. Все, чем богата золотая пора, саровские пенсионеры представили на традиционном празднике – дары осени. Ежегодно члены городского совета ветеранов отмечают период сбора урожая. Многие люди, которые съезжают, особенно ранней весной, в темное время суток, когда проезжают по улицам нашего города, они всегда уезжают. Почему у вас поклонно такое количество приятного розового цвета? А это наши любимые ветераны выращивают с садом. Я по себе знаю, поскольку тоже в семье есть многород, сколько трудов необходимо провожить для того, чтобы вырастить по-настоящему красивый, качественный, достойный урожай. И пока вы трудитесь на ваших дачных участках, пока выращиваете замечательный урожай, могу вас уверить, что никакие санкции не страшны. С небольшой сцены в этот день прозвучали стихи, песни об осени, доме, любви и дружбе. По словам зрителей, ансамбль Совета ветеранов – душа большого коллектива, в котором можно обсудить насущные проблемы, поделиться опытом и отдохнуть. Спасибо нашему товариществу, обществу ветеранов, которые нас поддерживают, поздравляют, не забывают. И всегда нас держат в тонусе. Потом у нас бывают очень интересные поездки. Но вот из-за коронавируса тут вот и некоторых событий, и некоторые поездки сорвались. Но вот хор ездит по области, сколько в них радости, оптимизма, позитива. Не сидите дома, приходите в наше общество, или вот которые рядом с вашим домом, не сидите, не запирайтесь один на один со своим диваном, со своим телевизором, со своим чайником. Праздник «Дары осени» проходит каждый год в рамках декады пожилого человека. В этот раз он совпал с Днем работника атомной промышленности. Участники вспомнили ветеранов этой отрасли и отметили фундамент, благодаря которому по сей день молодые специалисты успешно выполняют миссию нашего города. До 4,5% увеличилась годовая инфляция в Нижегородской области в августе. Показатель ниже общероссийского. По стране он составил 5,2%. На изменения цен в основном влияли увеличение потребительского спроса и ослабление рубля. Высокий спрос покупателей позволил производителям и продавцам быстрее переносить в цены в свои возросшие издержки, связанные в том числе с изменением курса национальной валюты. Основной вклад в рост стоимости продовольственных и непродовольственных товаров внесла продукция, которая в регион поставляется из-за рубежа или связана с импортируемыми ресурсами. Так, например, ускорился рост цен на некоторые фрукты, на мясопродукты, которые зависят от импортных кормов и оборудования, а также на парфюмерно-косметическую продукцию. При этом в последний месяц лета замедлился годовой прирост цен на услуги. В августе прошлого года в регионе выросли тарифы на сотовую связь и проезд в общественном городском транспорте. В конце лета текущего года эти категории услуг не менялись в цене. По прогнозу Банка России, инфляция в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться. Она составит 6-7% к концу 2023 года, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи данного значения в дальнейшем. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В июле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о создании в России организации для детей и молодежи «Движение первых». Основная ее цель – объединить усилия самых крупных общественных организаций страны и регионов и совместно воплощать в жизнь масштабные молодежные проекты. Первичные отделения РТДМ стали открывать по всей России. Саров не стал исключением. Одними из первых, кто принял эстафету и открыл первичное отделение, стали школы 17 и 10. Это знаменательный момент, потому что ребята, мальчишки, девчонки, а также педагоги, наставники и родители получают уникальную возможность окунуться в добрые дела, полезную деятельность, акции, конкурсы. Это замечательно, что мальчишки и девчонки нашего города стремятся быть с Россией, быть в движении, быть вместе и быть первыми. В школе номер 10 прошло торжественное мероприятие в честь открытия первичного отделения РТДМ. На сцене выступили приглашенные гости, преподаватели и учащиеся. Собравшиеся поближе познакомились с новым движением первых, узнали о истории его создания, целях и задачах. С инициативой пополнить ряды РТДМ выступили активные старшеклассники. Движение первых – это собранный коллектив всего, чего только можно, и спорт, и искусство, и музыка, и что угодно. Я считаю, что это было правильным решением, потому что движение первых – это сплоченность всех ребят, они показывают свои таланты и навыки, то, что они умеют, и где, и как они могут их проявить. Директор школы поддержала инициативу ребят и в торжественной обстановке подписала указ о создании на базе школы номер 10 первичного отделения российского движения детей и молодежи. Ярким моментом мероприятия стало посвящение первоклассников в ряды «Орлят России» – первой ступеньки нового движения. Орлята дали клятвы быть добрыми и ответственными людьми, соблюдать принципы чести и справедливости. Я считаю, что пионерская организация действительно стала прототипом сегодняшнего российского движения детей и молодежи. Организация создавалась в 1922 году, пионерская, когда действительно стране нужны были детские инициативы, умение взять ответственность за себя в сложные годы. И сегодня ситуация похожая, когда действительно нужно давать молодежи больше возможностей для самореализации. Холод, невысокая активность, возвращение после отпусков в школу или детский сад с большим скоплением людей. Организм в стрессе. В осенний период неизбежно снижается иммунитет, что приводит к заболеваниям. Чаще всего приходится лечить ОРВИ. В этом деле родители часто допускают ошибки. На приеме с мамой моя задача состоит в том, чтобы убедить ее в доброкачественности течения этой инфекции. О том, что не нужно использовать полипрагмазию. Это более пяти препаратов одновременно. О том, что не нужно в ранние сроки использовать противокошлевые препараты. О необходимости, о важности гидротации в первые дни интоксикации. Лучшее средство в борьбе с ОРВИ – профилактика. В этом помогут режим дня, правильное питание, здоровый сон, прогулки на свежем воздухе и закаливание. Необходимо исключать дефициты витамина Д и железа в организме ребенка. Лучше не кутать чада, одеваться по погоде и учить его гигиене. Вакцинация остается самым популярным методом профилактики, который сопровождается множеством мифов. Один из мифов, например, я привился, но я все равно болею. Что это может быть? Во-первых, это может быть поствакцинальная реакция, когда место инъекции воспаляется, когда появляется папула, озноб, ломота, мышечная боль, головная боль. Это не является осложнением. Второе – это когда привитой человек от гриппа заболевает ОРВИ, потому что вирус от гриппа, вакцина от гриппа защищает только от гриппа, а не от других респираторно-вирусных инфекций. Если мы помним, их более 200 видов. Прививка поможет перенести заболевание в более легкой форме и защитит от осложнений. Дорога есть, а пешеходного нет. Перейти дорогу от дома пионеров к детскому парку за даче со звездочкой, поскольку для пешеходов нет ни знака, ни дорожной разметки. А потому зачастую правила здесь нарушали от безысходности. На эту проблему обратила внимание Елена Алексеевна. В марте она обратилась в департамент городского хозяйства, но проблему решать не спешили. Отчаявшись увидеть заветный переход, летом Елена Алексеевна обратилась в нашу редакцию. И после выхода в эфир репортажа пешеходный переход на улицы Сосина все же появился. Теперь можно безопасно ходить. Большое спасибо каналу 16 за то, что помогли организовать этот пешеходный переход на улицы Сосина к детскому парку. Я надеюсь, что городские власти сделают еще один пешеходный переход с другой стороны улицы Сосина. И на Ушакова старый переход, зебра уже еле-еле видна. На протяжении 10 лет канал 16 помогает горожанам в неравном противостоянии с глухими к их проблемам управляющими компаниями и органами власти. За эти годы наши корреспонденты освещали сотни городских проблем. Наша рубрика – это возможность привлечь к своей проблеме внимание общественности. Протекшая крыша, холодные батареи, отсутствие горячей воды, разрушенные балконы, затопленные подвалы и мусор во дворах. С такими проблемами горожане сталкиваются регулярно, годами обивая пороги коммунальных служб. Если вам надоели отговорки, звоните в нашу рубрику «Городской дозор». Вместе мы сможем решить любые вопросы. Телефон нашей рубрики прежний – 37200. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Передать характер своего героя, его чувства и внутренние противоречия Василина Афонина с этой задачей справилась на все 100%. Спектакль «Беседка», премьера которого состоялась в Москве на сцене музыкального театра «Геликон-опера». Она сыграла старшую дочь князя Белоголовцева, нежную воздушную барышню XIX века. Образ полностью мне соответствовал. И когда я увидела свое платье, то, что мне хотят сделать, какую прическу мне хотят сделать, какой образ, я просто пришла в восторг. Потому что я всегда хотела сыграть такую роль, такой сдержанной дамы, которая любит французский язык, песни, читает много. Я даже пела в спектакле. Специально для меня было сделано так, что я пела романс в «Лунном сиянии». Василина получила эту роль благодаря победе в международном проекте «Территория успеха Пегас» – театральная постановка, итоговая работа финалистов. Спектакль подготовлен под руководством режиссера-постановщика Дмитрия Бикбаева в течение двухнедельной литературной смены, которая проходила в Ясной Поляне Тульской области. Сама база даже, она мне помогла вжиться в свою роль, потому что я очень много гуляла, там была конюшня, там, где мы жили, то есть прекрасное озеро, леса, беседки. И я ходила, представляла, что я вот дочь князя, и вот вживалась в эту роль. И мы выступали в «Геликон-опере» в театре в Москве. И прошла прямая трансляция, очень было много важных гостей. И, ну, конечно, я счастлива, что мне посчастливилось принять участие в этом проекте. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Домашние животные – это счастье и радость для их хозяев. Питомцы дарят заряд позитива всем, кто живет с ними рядом. 4 октября – Всемирный день защиты животных. По этому поводу мы решили выяснить у саровчан, кого они приручили и теперь в ответе за них, и почему они выбрали в питомцы то или иное животное. Домашний питомец у меня – чихахоха. Мама очень хотела собаку, но получалось, а дочка взяла и привезла из Москвы. В деревне кошка и собака. Там она нужна. К сожалению, у тебя уже нет домашних питомцев. У меня были две кошечки, они ушли в Мирной два года назад. Ну, были, конечно же, такими, которые радовали, которые давали хорошее настроение. У меня есть кошка и собака. Это кот, его зовут Филя. У меня собака Симка, таксикарликовая. У нас была и кошка, и черепаха, и собака была. Но уже это тяжело переживать, когда они погибают. У меня две собаки, дворняшки. А почему вот именно собак решили завести? Не знаю, у меня всю жизнь кошки были. Ну, после того, как я один раз завела собаку, я поняла, что собаки все-таки мне ближе. А кого бы хотели завести? Ну, наверное, собаку больше, чем кошку. А предпочтения в породе есть какие-то? Да, очень хотелось бы корги конкретно. У нас есть кот британский. Черный-черный. Очень красивый. А вот так бы еще кого бы хотели завести? Наверное, уже никого. Его достаточно. Нет, мне нет. А кого бы хотели завести? Я кошатник в душе. Хотел бы кошку. А какую породу? Без разницы. Главное, с наглым взглядом. Одна из старейших улиц нашего города. Первые дома здесь появились в 1951 году. Она названа в честь Феликса Эдмундовича Дзержинского, советского политического деятеля, основателя и руководителя Всероссийской чрезвычайной комиссии. На прогулку в этом выпуске мы отправились вместе с публицистом и депутатом Саровской городской думы Иваном Ситниковым. Если прогуливаться по этой достаточно небольшой односторонней улице с односторонним движением, то можно останавливаться у каждого дома и рассказывать его историю. Ведь улица знаменита не только названием и не столько названием, сколько внешним видом и теми людьми, которые живут на этой улице. В доме номер 9 по улице Дзержинского жил гениальный математик, один из основателей атомного проекта Николай Александрович Дмитриев. Он так и остался кандидатом наук, отказывался от звания доктора, хотя его любой рядовой отчет мог стать далеко не рядовой докторской диссертацией. Но гений был очень скромным человеком. Зельдович отзывался о нем так. У Коли, пожалуй, единственного среди нас была искра Божия. Я, по-моему, уже снимал два телевочерка, посвященные ему, поэтому повторяться не буду. Единственное, что я скажу одну фразу, что если бы не суперсекретность его работ, он вполне мог бы стать Нобелевским лауреатом. Я в этом не сомневаюсь. Человек-легенда. В каком доме и на какой улице родился Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации «Росатом», в чем заключается обаяние старой застройки города и как порой спрятаться от негатива вокруг. На эти и многие другие вопросы мы искали ответ вместе с Иваном Ситниковым в новом выпуске программы «Пешком по Сарову». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова